С 2006 года в Российской Федерации начал свою деятельность приоритетный национальный проект «Здоровье». В рамках этого проекта в 2009 году по всей России открылись центры здоровья. О том, что это такое, где существуют центры у нас в городе Омске, мы сегодня поговорим с главным врачом, врачебно-физкультурного диспансера Готвальдом Алексеем Робертовичем. Здравствуйте! Здравствуйте! В чем суть центра здоровья? В чем деятельность основная? Основная задача центра здоровья состоит в том, чтобы выявлять у населения факторы риска развития различных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, онкологических заболеваний, видимой локализации на ранних стадиях, и таким образом формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких. Алексей Робертович, в центре, раз он такой деятельностью обширной занимается, существует какое-то оборудование и работают специалисты. Что за оборудование есть в центре? Уникальное? Да. Пациенты центра здоровья проходят обследование комплексное, и это оборудование закуплено было по программе Министерства здравоохранения Российской Федерации для всех центров здоровья. Оно уникальное и оно одинаковое во всех центрах здоровья по всей Российской Федерации. Специалисты какие работают в центре? Специалисты в центре здоровья работают врачи-терапевты, врачи-педиатры, есть гигиенист стоматологический, это человек, который следит за полостью рта пациентов и за здоровьем. Есть офтальмологи, потому что одним из обследований в центре здоровья является определение внутриглазного давления и остроты зрения на автоматическом оборудовании, очень мощном. Обычно мы привыкли ходить к врачам, когда уже что-то беспокоит, где-то болит. А в центр здоровья можно обратиться абсолютно, когда чувствуешь себя здоровым и ничего не беспокоит с профилактической целью. Верно? Да, это так. Центр здоровья – это особое учреждение, в которое человек действительно может прийти для того, чтобы узнать о своем состоянии своего здоровья и выявить факторы риска развития в будущем каких-то заболеваний. В поликлинику человек обращается уже по факту заболевания. Поэтому в центре здоровья принимают квалифицированные врачи, которые могут по результатам обследования, которые проходит пациент в центре здоровья, дать углубленное профилактическое консультирование с выдачей рекомендаций ему по здоровому питанию, по режиму труда и отдыха, по двигательной активности и занятиям физической культуры и спорта. Если планируется физическая нагрузка какая-то, постоянная, регулярная, например, человек до этого спортом не занимался, а теперь принял такое решение пойти в какую-то секцию, какое-то направление выбрал, получается, даже нужно ему в этот центр здоровья сходить для того, чтобы правильно подобрать себе вид физической культуры, может быть, какое-то направление в спорте? Да, обязательно для этого нужна консультация врача, для этого и проходят обследования в центре здоровья, но занятия спортом это, наверное, все-таки вторично, потому что первично идет это занятие физической культурой. И спорт это уже профессионально, это уже непосредственно во врачебный физкультурный диспансер к нашим специалистам, А вот рекомендации по двигательной активности о том, сколько нужно ходить или бегать и как заниматься во время суток физической культуры, вот здесь как раз и дают рекомендации наши специалисты. И по рациональному питанию, если сменился объем двигательной активности, да, тоже дается рекомендация. Скажите, пожалуйста, уникальные методики, работают специалисты, и при этом пациенты, граждане Российской Федерации и города Омска могут прийти в этот центр абсолютно бесплатно. Так ли это? Да, все верно. Абсолютно бесплатно любой гражданин Российской Федерации, имеющий паспорт, ну или свидетельство о рождении, если мы говорим о детях, и страховой медицинский полис могут попасть в любой из центров здоровья, для которых на территории Омской области 12, в любой центр здоровья бесплатно. Ему будет проведено обследование и дано профилактическое консультирование врачу. Я могу каждый день в этот центр ходить с полисом и паспортом? Нет, ну конечно, вы придете один раз в этот центр здоровья, но по результатам обследования врач выдаст вам рекомендации, и в зависимости от того, какие анализы патологические или нормальные, врач посоветует либо через полгода прийти в этот центр здоровья повторно, для того, чтобы скорректировать какие-то моменты питания или физической активности, или чего-то еще, либо если какие-то изменения будут найдены в анализах и обследованиях, этому пациенту посоветуют сходить на прием к врачу в участковую поликлинику, где более углубленно уже обследуют его непосредственно по той патологии, которую выявили. Можете, пожалуйста, рассказать вкратце о том, в чем суть вот этого уникального инструментального метода исследования? Ведь анализ крови и другие анализы никакие пациенты как таковые, которые мы привыкли в центре, не сдают, да? Да, но есть большой комплекс обследований, которые проводятся в центре здоровья, я еще об этом не говорил, это измерение роста веса, измерение артериального давления, скрининг сердечно-сосудистой системы, это кардиовизор, спирометрия, то есть определение состояния дыхательной системы, уникальный метод биоимпедансометрии, где определяется процентное соотношение воды, костно-мышечной и жировой ткани у пациента. Это определение уровня содержания холестерина и глюкозы в крови. Вот про этот метод особенно хочу сказать, потому что есть омское предприятие, омская фирма, которая создала уникальный аппарат, измеряющий уровень содержания глюкозы и холестерина бесконтактным, бескровным методом. Его достоверность приближается к 90-95%. В любом случае, если будут выявлены с помощью этого метода какие-то отклонения от нормы содержания глюкозы и холестерина в крови, то тогда обязательно нужно направлять в участковую поликлинику, где уже обычным методом будет проводиться уточнение тех показателей, которые получились в центре здоровья, выявлены были в центре здоровья. Может ли пациент, получив заключение центра здоровья, пойти на прием сразу к кардиологу, гастроэнтерологу, то есть к специалисту узкой направленности? Да, конечно, может. И мы такие выдаем направления, например, к сосудистому хирургу, к кардиологу обязательно, потому что те обследования, которые применяются в центре здоровья, они достоверно указывают на состояние его здоровья. И таким образом прямая рекомендация существует наших врачей для направления к узким специалистам. Не сразу к узкому специалисту. Какое количество пациентов в месяц, в год в центре здоровья обследуется? В центрах здоровья, во всех центрах здоровья Омской области обследуется более 100 тысяч населения Омской области. Наш центр, который размещен во врачебно-физкультурном диспансере, в прошлом году принял более 26 тысяч населения Омской области. Я хочу сказать, что его посещают как дети, так и взрослые. Взрослым очень удобно посещать его во вторую смену, когда уже закончилась работа основная. И записаться можно заранее по телефону, записаться на то время, которое тебе удобно. Поэтому очередей в центрах здоровья практически нет. За 40-50 минут пациент проходит полное обследование в центре здоровья, плюс консультирование врача и индивидуальный план по сохранению здоровья ему выдается на руки. Поэтому вот все обследование занимает примерно час. Сегодня о том, что такое центр здоровья, как сохранить свое здоровье и профилактировать заболевания в будущем, мы говорили с главным врачом, врачебно-физкультурного диспансера Готвальдом Алексеем Робертовичем. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо.